вот я выделил в отдельное видео поскольку я их собираю людям поможет кому-то раф 4 вот такой свежего разлива вот такой рафик как нам снять обшивку двери для того чтобы ее разобрать я прежде всего всегда вот смотрю что здесь как раз соединяется вот и потом все таки все таки все таки снимаю клемму почему потому что не дай бог что-то где-то замкнула перегорела это никому не надо это как говорится мелочь но она может спасти вам и время и денежку вот поэтому еще раз повторяю первым делом прежде чем что-то разбирать или снимать вот у нас тут звук проводов идет вот надо взять и снять клемму с аккумулятора снимается она легко и просто можно вот здесь можно здесь вот сняли и не надо морочиться что не дай бог что-то где-то замкнет или что-то где-то перемкнет что-то сделали не так и потом извините расплачиваться за эту мелочь вот ну что осмотр подсказывает что что вот она у нас вставочка есть начнем с нее явно под ней будет у нас саморезе вставочка заглушечка вот она стоит здесь вынимается вот таким образом на себя так и как я и говорил вот он под ней саморезик находится хорошо с этим справились вынимаем вот такой вот иголочкой берем поддеваем и вот так на себя это вставочка выходит все у нас вот эта вставочка вынимается вот таким образом на себя вот здесь вот такие клипсики у нас как мы видим мягко выходит это все снимаем вторую часть вот уже две у нас нету вот теперь теперь просмотрел здесь ничего мы не нашли ни саморезов ничего значит что скорее всего вот здесь вот в этом месте под ручкой вот под этой подставка вернее под серебристой есть еще у нас что-то на нашу вставочка на дверь и опять же берем вот такую иголочку у меня есть хитрая и потихоньку поддеваем ее и она у нас выходит из защелок делать это надо аккуратно потому что она очень очень нежная ух ты саморез прям как турецкий сейчас сниму прикольно и ниже тоже самое вот почему потому что можно ее и сломать вот она очень очень нежная пластик хрупкий наверно специально делать чтобы сломал потом вот снял я эту красивую такую накладочку вот она такая у нас стоит здесь и что вот эти саморезы по идее не то а вот обшивку держат вот эти в пазах которые находятся вот они два самореза у нас сейчас мы их открутим и посмотрим естественно вот 1 2 и 3 и посмотрим пошевелим скорее всего дверь здесь на клипсах будет вот вполне возможно что это будет как бы все бывает иногда что и вот здесь вот под вот этой вот панелькой находится еще там вот такой выступ и в него тоже вкручивается саморез под ней ну на разных машинах все по-разному посмотрю у нас дверь ну что вот это вот отщелкивается можно отщелкнуть вот эти вот штучки петельки здесь нажимаем вот на сейчас покажу по центру вот здесь выступ и он выходит отсюда вот здесь вот отсюда выходит вот на таких небольших клипс очках у нас держится обшивка двери и вот она наша дверь сейчас будем смотреть где чего вот и как зачем и почему вот как нам долезть там вот он усилитель вон он усилитель будем глядеть чего у нас как отклеивать одни феном другие еще чем-то я вот так плавно плоско ложу так шевелю чтобы не царапать краску и просто-напросто срезаем машина новенькая свеженькая поэтому вот это вот все на ней держится очень качественно вот и дабы нам ерундой не заниматься приходится это все срезать сняли разобрали значит наша умятина находится аж вот вот там естественно вот под этой вот трубой под усилком где-то вот здесь долезть на нее нет ну слава богу это тойота зеркало мы тоже будем снимать на всякий случай чтоб она нам не помешала чтоб мы его где-нибудь не отломали здесь все выщелкиваем выдрынкиваем вот все везде на однотипных в общем-то разъемах надавил снял надавил снял вот они такие вот зажимчики здесь вот так надавливаем здесь вот так я уже так снимаю чтоб всем все было понятно вот надеюсь что все будет хорошо и удобно это какая-то хрень по-моему новая модная наверно для удара или для чего я не знаю что это такое стоит релюшка не релюшка два провода подходит вряд ли шуравлюшка или бездатчик какой-то вот я его но почему-то не до конца здесь она это вот здесь еще раз фиксируется на вот тут тут желтый надо да надо это два замка придумали спрашивается зачем наверное надо зачем-то ну все разбираем дальше в итоге вот этот шлейф куда-то выскочит у нас вот здесь и мы будем снимать дверку и еще вот одна приколюха надо будет вот этот низ снимать грязесборник вот то же самое потому что через низ мы будем заходить своей вмятине чтобы промежуточный этап так сказать это у нас сюда было это у нас здесь было это у нас здесь было это на динамик вот эти слава богу их не перепутаешь они делают два которых рядом тут один большой один маленький так что в принципе все нормально здесь вот изоленту берем срезаем а потом на те же места все так же и примотаем по тем же меткам фото продолжаем праздничную разборка съем и быстро разъема все что можно было мы поснимали вот и у нас вот такая вот есть интересная вещь это динамик который нам музыку играет он у нас заклепан моего просто вы сверли ваем чтобы во первых не повредить во вторых потом его назову сняли мы динамик ну как сняли взяли шуруповерт и высверлили потом это тоже надо будет до сверлить и убрать вот теперь будем вот это вот открывать и вон он шлейф доставать его наружу он тут у нас еще вот видите примутан тоже так что ребята тут стараются вот он наш шлейф с проводюндочками да здесь мы уже разобрались то же самое вот сдавливаем края вот они и тут через резинку мы выходим дальше следующим номером нашей программы вот надо снимать вот эту красоту покажите нам как вот мы надавливаем дрынь 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 и она снимается у нас вот так сверху вниз надавливаем и вынимаем на чем-то она там держится вот сюрприз будет ладно потом посмотрим так и сейчас посмотрим на чем она там держится не особо а там там она держится на клипсах вон видно клипсы и болтик тоже виден вот здесь вот виден болтик надо откручивать и клипсы вот такие как вот здесь вот только поменьше ладно сюрприз будет потом в принципе пока мы ее снимать не будем пока а если потом будет надо мы ее снимем в принципе лишнее тоже зачем снимать чтобы потом его вставить сейчас убираем шлейф и снимаем снимаем сейчас защелкнем ограничитель двери для того чтобы нам ее открыть чуть-чуть посильнее потому что когда мы попытались так сказать снимать вынимать проводку жгут вот то она не особо выходит вот болтушок этот пластмассе на герметике такой выкручивается он так сказать немножко против отсоединил ограничитель тут ограничитель еще свой вот он есть вот открывание дверей так что особо мы не откроем вот в этом месте вот такой усик лишнего мы не откроем вот на обоих петлях есть вот они наши провода через отверстие все это вышло не пришлось ничего выстегивать и выстебывать вот все нормально теперь вот у нас раз два три четыре болтушочка и и и и и и и мы все это вынимаем вот так вот будет красиво все и снимаем дверку опять же не стали снимать опять поставили на нее же на вот этот низ можно пока дверь снять поставить там допустим на пол ничего с ней не будет вот и потом уже вон он рабочий стол ожидает эту дверь будем ее ковырять там вот эпопея такая у нас была по снятию двери вот и самое чем мне нравится машина новая болты уже ржавые вот но дело не в этом вот показываю приятная штука самоцентрующиеся болты так же вот как и на колесах вот закручивая откручивая и все равно дверь станет то же место вот вот так здесь внутри выглядит все кому-то может пригодиться вот вот она наша дверка сняли мы ее и сейчас машину отсюда удаляем и будем заниматься вот этой вот вмятиной которая у нас сборка в той же последовательной сейчас разборка счастливый хозяин сидит вот сейчас ставим и разбегаемся засандуливаем вот такие самолезы в двери вот так вот так вот так и и вот я думал лишний будет такой вот у нас вот эта красота поставим сюда вот это красота поставим сюда привет привет Расскажи, как ты сделал, да выложи, да я излучил, да изъебся с этим фотоаппаратом. Ну понятно, всем же, ну, а сам пользуешься, их ниже, их ниже, их ниже, их ниже, их ниже, их ниже. По разборке, да, вот я ж снимаю. Да. Так, так. Я даже книжку не купил. Хорош. Так, закрываем. О, она еще и работает. Работает, но это сразу. Отбалка.